Всем привет из Анкары, столица Турецкой Республики. С вами Виктор Фурсов на канале Виктор Фурсов Anthomology из Бикибер Украины. Сегодня 24 июля 2016 года. Я на степном участке в центре Анкары в районе не махали. Я называю степной участок вроде замковой горы, потому что здесь такая растительность, которую скоро застроят различными домами. Вот тут немножко некоторые местечки еще зеленоватые, но вот на этом местечке оказалось несколько растений вот такого булика, вот такого высокого чертополоха из рода анапордан. Он достаточно высокая, практически моего роста. Но что интересно, на этом растении развивается несколько видов жуков-долгоносиков в цветочных головках и в стеблях. Жуки из семейства куркулеониды. И что самое интересное, на них можно найти наездников. Я думаю, что здесь можно найти много самых разных наездников, если внимательно исследовать в течение нескольких лет вот это растение, анапордан. Однако оно вот так растет в таких немножко трудодоступных местах или степных участках, или вообще по краям дорог. И иногда его бывает очень много. Вот здесь на степном участке оно здесь где-то сбоку растет, наверху на самом очень сухо, а внизу немножко тут повлажнее чувствуется. Вот здесь даже еще лебеда зеленая сохранилась. Кругом все высохло, а вот этот чертополох сохранился, анапордан. И как же жуки откладывают яйца, где они развиваются? Развиваются в цветочных головках и в стеблях. В стеблях жуки откладывают яйца внутрь стебля, пробуравливая такое интересное отверстие и замуровывая его пушком из вот этого же растения со стебля, который скребает голова трубкой на жуку-долгоносик и прикрывает эту дырочку отверстия. Соответственно, проходит дальше, снова выгрызает голова трубкой отверстие стебля, откладывает самочка туда яйцо и снова пушком выделяет секрет, пушком заклеивает. И вот это яйцо и находит наездник семейства эвлофиды из рода эулов энтодон. Энтодон очень крупный наездник, примерно 6 миллиметров. Разные виды, разные виды, поэтому сразу не будем говорить, что за вид попался нам сегодня. Попалась одна самочка на одном из вот этих растений. Видите, наверху там цветочные головки, а эта самочка ходила по стеблю. Ходила по стеблю, если внимательно присмотреться, на стебле заметен пушок. Весь стебель изъеден, изъеден жуками-долгоносиками и косидидами, жуками-листоедами. У листоедов тоже интересные есть паразиты, однако листоеды разбежались, может быть, где-то улетели. И жуков-долгоносиков не видно, потому что, наверное, они все-таки появляются поближе к утру и к вечеру. Сейчас очень жарко, они обычно у них тонатус такой, они складывают лапки и падают вниз на землю и прячутся, или между возле их растений прячутся. Но на других напордуных других будиках я видел и собирал жуков-долгоносиков. Очень интересные, разные совершенно виды. Так вот, эти яйца, которые откложены в стебли вот этих жуков, не жуков, а стебли вот этих растений, таких вот интересных колючек, с большими, причем колючками, 5-10 мм, находит наездник энтодон. Энтодон что с ними делает? Оказывается, энтодон это яйцелечиночный паразитоид. Паразитоид, потому что он убивает его хозяина-личинку, в конце концов. Однако яйцеед. Самочка-наездника находит сначала яйцо жуков-долгоносика и откладывает яйцо или яйца внутрь одного яйца жуков-долгоносика. Потом из яйца вылупляется личинка, и личинка мигрирует удивительным образом в теле появившейся личинки уже жуков-долгоносика по стеблю вместе с личинкой. Личинка растет, и внутри сидит личинка-наездника паразитоида. И вот когда личинка начинает активно развиваться, набирать массу, становится достаточной массой, активно развивается личинка-наездника и убивает через некоторое время личинку жуков-долгоносика. Таким образом, наездник оказывается яйца-личиночным паразитом. Наездник самка откладывает яйцо в яйцо, а потом развивается в личинке. Вот таким удивительным образом. Если в яйцо откладывает одна самка несколько яиц, или вдруг несколько самочек откладывает яйцо, то происходит конкуренция. Личинки наездника имеют мандибулы, жвалы такие. И они высасывают друг друга, и выживает одна самая сильнейшая. Вот таким образом, потому что только одной хватит личинка-жука-долгоносика для развития. Двум, двух не вынесет боливар. Личинка-жука-долгоносика будет недостаточной еды, будет маленький наездник. Не хватит, просто маленького не бывает. Вырастет, должен вырасти такого размера, как должен быть. Вот видите, флаг на здании Турецкой республики. Я рассказываю это в Анкаре, а не где-либо на Зарковой горе. Хотя, мой коллега Алексей Васильевич Мумовский изучал как раз наездников рода Энтедон. Вот как раз на этом Анапордоне, на Замковой горе в Киеве. Так что вот здесь, на Замковой горе, в центре Анкары, я тоже ношу наездников из рода Энтедон. Я передам эти наездника для определения в Киев. И посмотрим, что это за вид Энтедона живет здесь, в центре Анкары. Может быть, даже не один вид. Потому что еще, надеюсь, можно куда-то срезать этот стебелек чуть позже, когда он чуть-чуть отразовьется, чтобы личинки развелись. Если вылетят наездники из стеблей, это будет очень даже интересно. Вы можете тоже провести такой стеблей. Для этого нужно собрать стебли Анапордона, подержать их в холщовых мешочках, таких тканевых. И если привязать баночку на мешочек, то через некоторое время, в конце сезона, например, или на следующий год, из стеблей могут вылететь и жуки, и наездники, и, может быть, даже какие-то другие насекомые, которые развиваются внутри этих стеблей. И в том числе, то вылетит и хозяин, фитофаг, и вылетит его паразит, который может развиваться на этом хозяине. Так что вот такие вот интересные, сочные, мясистые стебли, а особенно цветочные головки, бывают очень интересны для исследования насекомых, которые живут внутри этих стеблей, цветочных головок и даже на листьях. Для этого нужно подойти к растению, внимательно присмотреться, и вы всегда увидите что-то интересное, необычное, увлекательное. И, может быть, даже новые виды здесь сидят. Неизвестно. Посмотрим. Для этого нужно лабораторное исследование. Так что следите за нашим каналом, будем показывать новые интересные истории, и покажу еще крупным планом самого наездника Антодона. Я снял его на эту же камеру крупным зумом, как он сидел на стебельке вот этого растения, и самочка откладывала яйцо внутрь яйца жука-долгоносика. Очень было увлекательное видео, крупным планом макро-видео наездника Антодона. Так что следите за нашим каналом, и, конечно же, проводите тоже такие исследования, исследования различных растений, хозяев, поедающих этих растений, и, может быть, вы еще и увидите наездников. Обращайтесь к нам за консультацией, за определением. Будем всегда рады. Пишите комментарии, задавайте вопросы, и подписывайтесь на мой канал. С вами был Виктор Фурсов на канале Виктор Фурсов, Энтомологический Кипер Юприн. Пока-пока. Привет из Энкары, столицы Турецкой Республики. Сегодня 24 июля 2016 года. Степной участок. Привет из степного участка. Красота. Жарко. 35 градусов. Солнышко. Пока-пока. Солнышко. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok